В интернете можно столкнуться с мошенниками, цель которых – обманом путем получить от вас деньги или завладеть личными данными. Узнав вашу фамилию, имя, отчество, номер телефона, пароли от учетных записей, паспортные данные, реквизиты банковских карт и другие сведения, преступники могут использовать их для доступа к переписке, для рассылки сообщений от вашего имени и для кражи денег. В то же время личная информация пользователей нужна для работы многих компаний и сервисов. Например, при оформлении заказа в интернете вы обычно указываете свою фамилию, имя, отчество, адресу, номер телефона, а при подписке на рассылку – электронную почту. Стоит ли передавать свои данные конкретному сервису или компании? Решать, конечно, вам. А вот чтобы не стать жертвой мошенников, узнайте о способах мошенничества и защиты от него. Как не стать жертвой преступлений? Каковы основные способы мошенников? Что предпринимать потерпевшим? Мой сегодняшний гость даст практические советы Илья Витальевич Трапезанов, исполняющий обязанности прокурора промышленного района. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, говорим на тему актуальную. Постоянно в СМИ мы видим такие сообщения о том, что пенсионеры, молодые люди переводят мошенникам достаточно очень крупные деньги, миллионы, два миллиона и более. Так вот, расскажите, пожалуйста, что такое мошенничество с использованием как раз информационно-телекоммуникационных технологий? Ну, как вы уже сказали, в повседневной жизни, в нынешних наших реалиях информационные технологии являются сопутствующим, так сказать, сопутствующим нашей жизни. Мы зачастую используем мобильные карты, различные банковские карты, мобильные телефоны, различные другие телефонные связи, что, конечно же, облегчает нам жизнь, в общем-то. Но все эти моменты не затрудняют, а приводят к тому, что нужно быть более бдительным, более тщательно подходить к использованию этих средств. Также эти технологии новые, они упрощают жизнь мошенникам, недобросовестным людям, к сожалению, они встречаются у нас в жизни. Вот, в этой связи наличие данных, новых технологий позволяет мошенникам их использовать, вступать в переписку с нашими гражданами, звонить по телефону. И, так сказать, использовать их дистанционно, эти методы, и обманывать наших людей, граждан, дистанционно. Вот этот термин, этот признак так и называется, дистанционный в этой связи, поскольку преступник на расстоянии может совершить тот или иной вид мошенничества по отношению к нашим добросовестным гражданам. А вы знаете, вот сейчас, слушая ответ на ваш вопрос, я ведь сама задумалась, а ведь с наличными деньгами, но сейчас ведь редко имеем дело, в основном эти карты. А помните, в известном фильме «Граждане храните деньги в сберегательной кассе», если они, конечно, у вас есть. Так вот, как давно вообще появился данный вид преступления? Ну, данный вид преступления появился относительно давно, когда появился способ общения в виде телефонной связи, но она сейчас, конечно же, более, так сказать, улучшена в связи того, что... Продвинута, да? Продвинута, да, поскольку есть мобильная связь, можно общаться не только по обычной связи, можно и через интернет-связь общаться. У нас есть различные мессенджеры, с помощью которых можно разговаривать. Вот относительно с тех времен и появилась возможность совершения дистанционных мошенничеств. Но, конечно же, с введением и появлением различных мессенджеров это еще получило более распространенный характер в нашей жизни. Ну, вот каковы основные все-таки способы совершения данных преступлений? Ну, и, конечно, забегая вперед, я спрошу вас, что сделать гражданину в первую очередь, чтобы не стать жертвой мошенничеств? Основной способ, который встречается на практике, это использование банковских карт или расчетных счетов. Зачастую, ну, недобросовестные граждане, преступники, назовем их так, они каким-то образом находят список лиц, которые пользуются банковскими услугами, открывают счета в банках. И, к сожалению, они начинают их обзванивать, предлагать, выяснять точнее о том, что у них имеются денежные средства на расчетном счете. В подавляющем большинстве случаев у них есть какая-то определенная информация относительно открытия счета. То есть они могут назвать, например, номера банковской карты, хотя бы последние цифры этой банковской карты. То есть вы хотите сказать, Илья Витальевич, что преступник, когда звонит потенциальной жертве, он уже заведомо подготовлен? Да, он тем самым вводит, не только вводит заблуждение, а внедряется, так сказать, в доверие к нашей потенциальной жертве. И потенциальная жертва, исходя из того, что наш преступник представляется сотрудником банка, зачастую службой безопасности, и подкрепляя свои требования, так сказать, наличием знаний о том, что у него есть номера счетов или какие-то другие сведения, конечно же, он входит в доверие и вводит заблуждение. И наши граждане, соответственно, доверяются и идут на поводу наших преступников. Они отвечают на их вопросы, говорят о том, что у них есть денежные средства, и они, соответственно, выясняют, какая сумма, предлагают обезопасить их денежные средства, хотя они и так в безопасности находятся, ну, как мы знаем, вот, предлагают пройти к банкомату, осуществить снятие этих денежных средств и перевести на другой расчетный счет, расчетный счет злоумышленника, мотивируя это тем, что денежные средства попадают на безопасный счет, и деньги находятся в безопасности. Кроме того, помимо имеющихся наличных денежных средств, не наличных, а безналичных денежных средств граждан на счетных счетах, они предлагают оформить кредиты, кредиты мотивируя тем, чтобы погасить кредиторскую возможность нашего обычного гражданина. И, соответственно, граждане идут на уловки преступников, даже не только переводят имеющиеся у них денежные средства, но и оформляют кредиты, снимают наличные денежные средства и переводят их на счета злоумышленников. И, конечно же, после этого очень проблематично вернуть обратно деньги, поскольку банк мотивирует тем, что была проведена операция, они со своей стороны, так сказать, выполнили свои условия договорные. Дальнейшая же судьба денег была решена на усмотрение получателя этих денежных средств, то есть нашего гражданина. А можно ли сказать, Виталий Витальевич, что мошенники активизируются? Но вот в непростых жизненных ситуациях у нас была пандемия, в какие-то экономически нестабильные времена, можно ли именно в это время особенно держать ухвостро, да, уж я выражусь по-простому, быть на чеку, чтобы не попасться мошенникам? Ну, конечно же, нужно быть не только в нынешнее время на чеку, нужно быть на чеку всегда. Всегда, да. Нужно иметь в виду, что если вам звонятся, ну, неважно, со Сбербанка, либо с другого иного кредитного учреждения, нужно понимать, что не нужно с вами о голову бежать к банкомату и снимать деньги и переводить их куда-то. Можно также позвонить на горячей линии Сбербанка, проконсультироваться, и вам не только Сбербанк, а любого банка, и вам, конечно же, скажут, что с вами имеет диалог мошенник, и не нужно никакие действия предпринимать. Зачастую же наши граждане бегут с вами голову к банкоматам и переводят деньги. Ну, это не обязательно можно делать путем нахождения банкомата, это можно сделать и из дома, грубо говоря. Да, есть сейчас онлайн и мобильные приложения, конечно. Мобильные приложения, можно перевести деньги через эти мобильные приложения, на счет которых скажет злоумышленник, и пиши пропало, как говорится. Также зачастую мошенники выпытывают у наших граждан CVC-коды, так называемые номера банковских карт, даже несмотря на то, что у них есть дата открытия, и после этого при наличии этих данных у злоумышленника он за два счета может сам лично перевести деньги с банковской карты на свой счет. Ну, не обязательно на счет, куда угодно. Да, обычно же говорили и предупреждали, что ни в коем случае не нужно сообщать вот эти три заветные цифры, которые с другой стороны карты. Однако же, как сейчас правильно я вас поняла, вы сказали, что номер карты и дата выдачи – это тоже способ украсть деньги с карты? Эти данные в совокупности и дают возможность перевести деньги на счет злоумышленника. Кроме того, в процессе общения со злоумышленником он, получая эти данные, вводит их и пытается перевести деньги. К нам зачастую в обыденной жизни, мы также знаем, приходит смс-сообщение с пин-кодом, так называемым, который мы должны ввести при оплате онлайн, например. Да. Да. Соответствующую процедуру проводит злоумышленник, и он просит сообщить этот пин-код у нашего гражданина. И наши граждане зачастую также сообщают эти пин-коды. И после этого, конечно же, деньги уходят со счета потерпевшего и попадают во владение преступника. Мы поговорим еще сейчас о способах, которые используют мошенники. Но вы знаете, скажите, пожалуйста, вот ваш чисто профессиональный совет, а вот если, к примеру, звонит мошенник, и человек понял, что это мошенник, стоит ли с ним вести диалог? Ведь, как правило, а мы в интернете очень много этого видим, что как бы распознал, что это мошенник, ну и начинаются такие разговоры, порой нецензурные даже, да, вот стоит ли вообще с ними вступать в диалог и продолжать общение? Не думаю, что стоит входить, вступать в диалог, потому что смысла от этого никакого нет, если только потешить там себя, может быть. Ну, я бы не стал давать такие советы, просто порекомендовал бы прекратить телефонный звонок и обратиться в правоохранительные органы, указать по возможности все данные, которые стали известны. Ну, например, хотя бы указать номер телефона, с которого был осуществлен звонок. В любом случае, это может быть помощью для правоохранительных органов в дальнейшем, потому что эти номера помещаются в определенную базу и в последующем помогают, так сказать, в раскрытии и нахождении, в поимке преступников. Ну, есть такое понятие еще подменные номера. Да. Вот мошенники, как правило, используют их или прям вот напрямую звонят, потом, ну, просто эта сим-карта ликвидируется и все? Ну, разные случаи есть. Есть, когда напрямую звонят с обычного номера телефона, есть подменные номера, как вы сказали, подменные номера в плане того, что там такие цифровые обозначения, которые также вводят в заблуждение наших граждан, которые предполагают, что это звонят со Сбербанка. Но Сбербанк с обычного номера телефона не будет звонить. Да, он звонит с номера 900, как мы знаем. И то не факт, я вам хочу сказать. Лично, ну, я не знаю, мне везет, в кавычках, наверное, мне, ну, раз пять-то точно звонили мошенники, и один раз было именно с номера 900. Ну, значит, они каким-то образом подменяют. Вернемся к первому вопросу. Век технологий. Да, да. И грамотные, так сказать, люди в IT-технологиях работают не только по светлую сторону, так сказать, но и по темную сторону. В любом случае, применяют их во вред, так сказать, обычным добросовестным гражданам. А какие еще примеры мошенничества и телефонного, и в интернете, и, может быть, еще какого-то, могли бы вы сейчас привести, ну, и, соответственно, предостеречь наших уважаемых телезрителей и граждан? У нас есть различные сервисы по продаже товаров, ну, любых, как ИБУ, так и новых, например, так называемый Авито, Юла и другие прочие. Злоумышленники очень пользуются этими сервисами услуг, они также входят в доверие, они как могут предложить на продажу что-то и заинтересуют граждан, в свою очередь, потребуют перевести денежные средства в качестве оплаты за тот или иной товар, да, доставку. К сожалению, они эти сервисы используют, но в нынешних реалиях, учитывая, что у нас имеется существенный рост таких преступлений, данные сервисы применяют различные способы защиты граждан. Есть так называемая Авито-доставка, которая позволяет в полной мере обезопасить себя от того, чтобы перевести денежные средства на счет злоумышленника. То есть эти, ну, данная процедура, она действует как? Вы непосредственно либо сами отправляете товар, бывает же и злоумышленник звонит и говорит, что хочет купить товар и каким-то образом все равно выпытывает деньги у нашего добросовестного гражданина, потерпевшего. Вот. И сервис Авито-доставка, он позволяет себя обезопасить. Либо вы отправляете товар и только после этого деньги получаете, когда покупатель проверит, либо наоборот, соответственно, вам должны прислать товар, и только после этого ваши денежные средства поступят на счет продавца. А вот давайте, чтобы сейчас не запутаться и не запутать телезрителей, скажите, как верно нужно действовать, если, к примеру, понятно, что если в одном городе, то есть встретились, оплатил товар, взяли и обменялись. Ну, а если иногородний, вот как здесь не попасться на уловки мошенников? На уловки, я еще раз вот повторюсь, Авито предоставляет такую возможность, Авито-доставка. То есть, использоваться этим сервисом, то есть, соответственно, вам, у вас хотят, вы точнее хотите продать товар, размещаете возможность Авито-доставки, у вас откликаются на это предложение, соответственно, вы оформляете посылку, приходите в пункт сдачи этой посылки, Авито-доставки, там, Боксбери или другие различные сервисы, ну, не буду я их озвучивать, да, оставляете посылку и отправляете ее, соответственно, в пункт назначения. После того, как она туда придет, когда покупатель ее проверит, он, соответственно, перечисляет денежные средства на счет Авито, с которого и в последующем поступают денежные средства на счет продавца. Вот таким образом, соответственно, это действует как и для продавца, так и покупателей, этот сервис одинаково. Вот резюмируя, здесь нужно, наверное, отметить, что вот именно, если мы говорим сейчас про этот вид объявлений, то есть это все действует официально на сайте данного объявления, то есть не нужно уходить на диалог с мошенниками ни в какие другие сервисы, ни WhatsApp, ни Viber, ни так далее. Вот это уже должно предостеречь, что здесь уже что-то нечисто. Совершенно верно. И еще хотелось бы добавить, что, используя этот сервис, злоумышленники также же, они пользуются этим всем. Они зачастую, мы ведем речь, грубо говоря, продавец с покупателем ведут речь о вид доставки, и злоумышленник отправляет ему ссылку на сторонний ресурс и говорит о том, что он оформил через Авито доставку, уже доставку так называемую, и скидывает ссылку, просит пройти по ней и оформить, соответственно, посылку. Но переход по этой ссылке, к сожалению, приводит к утрате денежных средств со счета. Поэтому ни на какие ссылки не нужно переходить. Нужно пользоваться либо сайтом Авито, либо приложением Авито. Вот эта вся процедура, которую я озвучил, она распространяется не только на Авито, но и на другие сервисы, связанные с продажей, либо покупкой наших товаров. Ну и если вдруг пожилой человек, ну а так бывает, да, пожилые люди тоже сейчас живут в современном мире, в современных реалиях и также заказывают, продают или что-то там покупают, ну не нужно никогда, наверное, торопиться. Конечно. А проконсультируйтесь с детьми, со знакомыми, вот так ли сто раз себя перепроверьте. Конечно. Да, прежде чем доверяться какому-то совершенно постороннему человеку, которого вы не знаете и даже ни разу не видели в глаза. Поэтому себя в первую очередь нужно обезопасить. Конечно же, никто же не заставляет себе минуту побежать и что-то сделать. Это можно обдумать и переговорить, посоветоваться со своими детьми, близкими. Посмотрите, в крайнем случае, в интернете у нас, если, как вы говорите, пользуется интернетом на авито-доставке, можно зайти в поисковик и попытаться что-то поискать, посмотреть. И в интернете также объяснят. Да, информация вся есть, поэтому проконсультироваться можно как онлайн. Но и в наших программах, прокурор в теме, мы достаточно очень много уделяем именно вот этому вопросу. И сегодня вы делитесь достаточно новой информацией. Есть ли какие-то еще актуальные примеры? Ну, актуальные примеры, конечно же, есть, они и остаются. Вот следующий вид мошенничества, про который я скажу, это телефонный вид мошенничества. Это когда нашим потерпевшим звонят и представляются сотрудниками правоохранительных органов, мотивируя тем, что их родственники попали в какую-то непростую ситуацию, передрягу. Они совершили то или иное преступление, ну, независимо от категории убийства, совершили наезд на пешехода с тяжкими последствиями. И мотивируют свой разговор тем, что хотят помочь родственнику потерпевшего. Говорят, что ваш сын попал в ДТП, он сбил человека, мы хотим ему помочь. Чтобы мы ему помогли, нам нужна определенная сумма денежных средств, соответственно. Мало того, что они дискредитируют правоохранительные органы в глазах общественности, так они еще дальнейше совершают преступления, похищают денежные средства. Соответственно, при таких обстоятельствах, конечно же, не нужно, опять же, бежать, переводить деньги. Бывает, они просят их перевести дистанционно, бывает, они договариваются о встрече. Да, и приходят лично домой, в квартиру. Либо просят приехать потерпевшего нашего куда-то, либо сами лично кого-то присылают. Вот, поэтому не стоит вестись на такие подобные провокации. Нужно попытаться позвонить человеку, родственнику, который якобы попал в беду. В первую очередь. В первую очередь, да, и попытаться с ним поговорить. Если же он не выходит на связь, то, соответственно, попытаться поговорить с близкими людьми, с которыми этот человек, родственник наш общается. Зачастую же мы сначала переводим деньги, передаем их, а потом только начинаем звонить и узнавать. Все ли хорошо тебе, помогли ли тебе. Да, вот это, конечно же, неправильно, и это создает возможности нашим злоумышленникам, так сказать, совершать преступление. Ну вот если мы говорим о данном виде преступления, скажите, ведь зачастую преступники тоже готовятся к таким звонкам? Либо бывает такое, что звонят на ОБУМ, говорят, к примеру, что попал в ДТП сын, а у этих людей дочь? Конечно же, они готовятся, у них есть определенная информация. Они бывают не совсем подготовленные, но они добиваются того, чтобы наш потерпевший сам лично сказал, как зовут того или иного родственника. Они могут вывести на разговор таким образом, что мы сами... То есть здесь еще и используют психологические такие приемы. Да, и, к сожалению, они понимают, что нужно, так сказать, держать на крючке нашего потерпевшего, возможно, в ситуации. Потому что если на секунду, ну не на секунду, чуть-чуть побольше отпустить, то он включится, здравый разум, и человек успокоится. А когда вам звонят, и такие новости вам сообщают негативные, мы ошарашены, так сказать, и хотим всей душой помочь побыстрее, поскорее, чтобы у нашего близкого все было хорошо. Поэтому... Какие, скажите, пожалуйста, Илья Витальевич, алгоритмы действий, что нужно в первую очередь делать? Ну, успокоиться, конечно. Позвонить родственникам, узнать, действительно ли это ситуация. Что еще нужно сделать? Обратиться ли в полицию, в прокуратуру? Нет, в любом случае нужно успокоиться, нужно прекратить общение. Ну, я понимаю, конечно же, всю озабоченность, да, в данной ситуации. Человек, которому звонят. Можно сказать, дать секунду, там, минуту, мне нужно подумать, мне нужно найти те же самые деньги, потому что сумма же не всегда... Исчисляется в сотнях рублях, да? Да, да, да. Вот. После этого, конечно же, позвонить родственникам, и когда вы дозвонитесь до него и узнаете о том, что у него все хорошо... К примеру? Да. После этого нужно обратиться в правоохранительный орган, в ближайший отдел полиции, и, соответственно, указать всю информацию, которую вы имеете относительно данной ситуации. Так ведь мошенник будет продолжать связываться с якобы уже потерпевшим. А если ситуация выяснена, нужно ли предпринимать такие действия, ну, чтобы взяли, к примеру, вот даже с поличным? Ну, конечно же, нужно звонить, но... Просто рассказать ситуацию. Рассказать ситуацию, да. Либо по телефону. Есть горячие линии, по которым можно обратиться, есть интернет приемные, на которые можно перевести деньги. Но наши заумышленники, поняв, что наш потерпевший не клюнул, так сказать, на их крючок, они, конечно же, об этом, обо всем резко забывают и делают так, что телефон, с которого они звонили, он перестает быть в сети. Ну, в любом случае, когда потерпевший сообщает о таком происшествии, сотрудники полиции знают, что делать, ну, и там какие-то дальнейшие алгоритмы действий уже предпринимают совместно. Скажите мне, пожалуйста, вот какие основные проблемы в раскрытии данных преступлений? И почему, и как часто за эти дела берется прокуратура? Ну, мы не беремся, мы не расследуем дела, у нашей полномочия это не входит. Мы осуществляем надзорные функции по отношению к органам предварительного расследования, осуществляющему расследование преступлений данной категории. Проблема раскрытия этих преступлений, ну, она очевидна, это дистанционность и использование сервисов, которые позволяют свои действия скрыть, так сказать, от нашего глаза. Использование мобильных телефонов, зарегистрированных на подставных лиц, либо на подставные организации, что, конечно же, затрудняет поимку преступника, установление его местонахождения. В большинстве случаев данные преступления носят межрегиональный характер, потому что не факт, что преступник звонит, находясь на территории города Самары или Самарской области, он может находиться вообще в другом регионе. Бывают случаи... Это не помешает перевести злоумышленникам деньги, да? Конечно, да. Это, помимо этого, бывают случаи трансграничного характера, могут находиться в странах ближнего зарубежья, даже бывали случаи дальнего зарубежья находятся граждане, ну, наши злоумышленники, которые, вот, осуществляют эти функции, свои преступные действия. Конечно же, вот это все затрудняет возможность установления местонахождения лица, совершившего преступление и принятия решения по уголовному делу, связанному с направлением дела в суд. Вот эти все моменты, они очень существенно мешают. Конечно же, можно использовать и обычный номер телефона, но сейчас развитый интернет, телефонии. Можно оформить телефон на месяц, так сказать, получить определенные цифры, попользоваться этим телефоном в течение месяца и после этого, соответственно, прекратить оплату, и уже телефон будет вне зоны действия. Они преступники, злоумышленники, специализирующиеся на этих преступлениях, у них очень большой объем сим-карт, которые зарегистрированы либо на подставных лиц, либо, как я уже вот сказал, через интернет-ресурсы зарегистрированы. Но все равно, ведь, Илья Витальевич, это не дает им карт-бланш в совершении данных преступлений. Все равно же работа ведется, и работа ведется серьезно, я знаю, результаты есть. Да, конечно, мы принимаем определенные меры, чтобы минимизировать, во-первых, факт совершения преступления, потому что борьбу с этими преступлениями нужно начинать с этого. Нужно улучшать правосознание наших граждан, которые, к сожалению, ведутся... Вот передача, на которой мы сейчас обсуждаем эту тему, я надеюсь, будет способствовать тому, чтобы... В любом случае. ...тому, чтобы минимизировать количество подобных преступлений. Но это не говорит о том, что правоохранительные органы не работают. Мы принимаем меры максимального характера для того, чтобы принять окончательное решение по делу о его направлении в суд. Все возможности, имеющиеся возможности, используются. Используются. Ну что же, последний вопрос, который я сегодня вам задам в нашей очень продуктивной, нужно сказать, программе. Что делать, если все-таки вы стали жертвой мошенников? Как я уже сказал, необходимо в первую очередь обратиться в правоохранительные органы после того, как вы об этом... Ну, после того, как вы это поняли, не нужно затягивать в долгий ящик это все, поскольку, как я уже сказал, они в течение короткого промежутка времени делают телефоны, выключая телефоны, обыденным языком скажу, выключая телефоны, перестают ими пользоваться. И это затрудняет поимку преступника. В первую очередь необходимо обратиться в правоохранительный орган, который примет соответствующее решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. У нас после подачи заявления организовываются доследственные проверки, по результатам которых имеется в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, может быть принято три решения. Это решение о возбуждении уголовного дела, либо выносить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Конечно же, если в отношении вас было совершено преступление, то у вас будет уголовное дело, которое будет расследоваться. Спасибо вам большое за ваши очень ценные советы. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Прокурор в теме». Ну, конечно, будьте аккуратны, будьте внимательны и в первую очередь будьте бдительны. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова